Музыка До начала учебного года остались считанные дни. В школах и детских садах заканчивают последние приготовления. В этом году за парты Московской области сядет на 38 тысяч детей больше, чем в прошлом. Педагоги уже начали свою работу. Мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растет. И в этом году, на сегодняшний день, мы видим уже плюс 38 тысяч регистраций. Приемка образовательных учреждений почти завершена. Ее проводит специальная вневедомственная комиссия. В нашем округе осмотрели 197 зданий, включая не государственные образовательные учреждения. Все они полностью готовы. В первую очередь обращалось внимание на антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, профилактика безопасного подхода к школе, пешеходные переходы, тротуары и где необходимость оборудована подхода к школам, светоформы. Впервые свои двери для ребят откроют два новых детских сада в Трехгорке и Ново-Ивановском. Работы по строительству пристройки к 14 гимназии уже заканчивают. Долгожданная школа в Гусарской балладе на 2200 мест уже набирает учеников. Штат сотрудников там полностью укомплектован. Готовятся кабинеты. С пятых и седьмых параллельных классов будут организованы классы с поведенными учениями отдельных предметов. В восьмых, девятых классах будут организованы классы дополнительного образования. И в всяких одиннадцатых классах уже коферное обучение по направлению медицины, инженерии, физико-математические классы, филологические классы. Школа в Кубинке полностью преобразится после капитального ремонта. На финишном этапе работы и в Старогородковской школе-интернате. Такого масштабного ремонта здесь не было с момента постройки. Теперь ее воспитанники будут учиться в современных новых классах. Кабинеты, которые уже здесь специально оборудованы детей, во-первых, с расстройством аутистического спектра. Это, разумеется, обновление мастерских. Мы даем детям профессиональное образование. Поэтому у нас это и швейное дело, это и поварское дело, строительное, столярное. И в этом году, благодаря ремонту, открываются еще два направления. Это керамика и картонажное дело. В этом году в Одинцовском округе за парты сядут более 6 тысяч первоклассников. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.